Девочки, всем привет! В прошлом моем видео мы учились делать макияж, если мы проспали. Сегодня мы будем тоже краситься, но краситься в экстремальных условиях. Итак, согласись, что накраситься зеркалом сможет любой. А давайте представим, что у нас нет зеркала. И в такой экстремальной обстановке я предлагаю сделать макияж. Никогда в жизни не красилась без зеркала. Очень интересно, что из этого выйдет. Смотри это видео. Так, для начала я беру увлажняющий крем, потому что тональную основу мы всегда наносим на увлажнение. Но это легкотня. Называется, набиваем руку перед нанесением тональной основы. Да, движение всегда более знакомо, потому что делаю я это как минимум два раза на день. Крем впитался? Дальше я беру свою тональную основу. Думаю, что сегодня я обойдусь без кисти, так как... Хотя, может быть, можно и кистью попробовать. Давайте попробуем кистью. Вроде как даже правильными движениями под глазик я тоже нанесу, потому что корректор я явно наносить сегодня не буду. Ой, знали бы вы, что я сейчас испытываю. Мне очень хочется посмотреться в зеркало. Но я сама себе дала слов, что не буду этого делать. Все, короче, без кисти. Продолжаем без кисти. Поумничали и хватит. Ну, как плохо, что вы молчите. Мне так не хватает чьих-нибудь подсказок. Кстати, можете писать в комментариях по ходу дела. Следующий. Беру рассыпать что-то в бутру. Так, дальше брови. Мамаш, а ты бровь замашь. Вот теперь мы точно, я думаю, не то что посмеемся, мы, наверное, поржем. Потому что как это делать, я вообще не представляю. Так, бровка моя, бровка. Ты где? Так. Девочки. Я же это делаю каждый день. Почему у меня сейчас не получается? Пошла-пошла и не дошла. Чтобы придать немножечко выразительность взгляду, я возьму вот такие тени суфле. Глаза у нас готовы. Дальше румяна. Ну-ка, притомилась. Упрелла. Терпи. Пожалуй, такой легенький цвет. Розовые лепестки. И остались у нас губы, зона соблазна. Эксперимент надо довести до конца. Ах, чувствую, скривила. Получилось? Нет? Не знаю. Сначала я хотела взять какой-нибудь такой спокойный блеск. Но на нем, скорее всего, будет меньше видно изъянов, конечно же. Но потом я решила, если веселиться, так веселиться по полной. И решила взять такую красно-бордовую помаду. Это же зона соблазна. Значит, будем соблазнять. Итак. Знаете, на такие банальные вещи смотришь сейчас совсем по-другому. Это как есть левой рукой. Интересно, как лучше помаду по губам или помаду приставить и головой покрутить. Ну что? Кажется, все. Сейчас будет самый волнующий момент. Когда я достану зеркало, посмотрю с него и познакомлюсь с той очаровательной девушкой, которая будет на меня смотреть. Принцесса. Как и есть принцесса. Мама, мне страшно открыть глаза. Что это? Кто это? Привет с большого Будуна. Пам-парам-пам. Знаете, может быть, издалека еще как-то более-менее. Но когда зеркало приближаешь... Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. Ну что, получилось весело? Вывод можно сделать такой, что пределу совершенства нет. Если мы делаем эти вещи каждый день, это просто уже, да, механически у нас. В связи с этим веселым видео объявляю конкурс. Попробуй и ты накраситься без зеркала. Только делай это честно, без зеркала нам нужен результат самый смешной. Не самый классный, чтобы получилось ровно, красиво, а именно смешно. Выкладывай, присылай, вернее, свое фото на адрес моей электронной почты, который ты найдешь ниже в описании. И самая смешная из вас получит именной приз от меня. Результаты конкурса будут опубликованы на канале, в группах, в соцсетях. Ну, давайте его сделаем по 26 марта и ближе к концу. И на 1 апреля, это день света, я выкладываю видео, коллажек, да, с вашими фотографиями. И мы с помощью голосования выберем самое смешное фото, самую смешную работу, самый классный макияж. И победительница получит от меня именной приз. Ну что, всем удачного дня, хорошего настроения. С вами была Алиса Селезнева. Всем пока-пока-пока. Подпишись, подпишись, подпишись. Подпишись на канал, что-то новое узнай. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok